Максимально неожиданное утро, потому что на днях, ой, на днях, на часах 10 утра я проснулась в 6, но опять заснула, потому что сегодня у нас понедельник, хочу взять статьи, вас поставить и всё рассказать. Сегодня понедельник, и я хотела не снимать для вас свою утреннюю рутину, я хотела начать влог сразу с университета в 9 утра. Я проснулась в 7, делала английский, порешала по ДТМ, сходила в душ, занялась йогой, медитацией, формацией, визуализацией, помыла голову, села, позавтракала и уже хотела выходить на пары. Как смотрю свое расписание, мне пишет... Как это на русский? Отменено. Пара отменена. Я захожу на почту, чтобы сверить, точно ли она отменена. Да, мне отменили пару, поэтому следующая у меня только в 11.15. Что я сделала? Я пошла спать. Я отрубилась, и сейчас у нас 10... 10 с чем-то, произнесла будильник, потому что я хочу пойти в зал к 11 утра. Следующая пара начинается у меня только в 1.45 до 2. Чувствую себя замечательно, потому что я второй раз заснула. Сделала половину своих дел, но потом заснула. Это очень хорошо, я очень рада. Такое странное ощущение. Типа, я проснулась в 7, я переделала 550 дел, помыла голову, высушила голову, послушала музыку, потанцевала, поела пиццу с утра уже, выпила чай. И тут я засыпаю, я просыпаюсь, я как будто ничего не делала. Как будто вот новый день. У меня такого в жизни еще никогда не было. Я никогда второй раз не засыпала. Просто потому, что мой режим пошел куда-то вообще не в то русло. Я потеряла свой режим сна. Каждый день я ложусь в 2, просыпаюсь в 6-7. Всегда я ложилась в 10 и вставала где-то в 5-6-7. Короче, надо собираться сейчас в спортзал в университете. Я никогда там не была. Я расскажу вам, почему я туда иду. Честно, я бы не хотела таять, потому что у меня есть спортзал в общаге, но мне надо засчитать будет физру. Об этом я вам расскажу попозже, как там считается физра. Чтобы вы понимали, я надела эту кофту, в которой я планировала выходить уже на учебу. И все. И как легла в кровать, так и отрубилась в этой кофте. Блин, ну вот у меня настроение поднялось до небес. Я прямо чувствую себя такой выспавшейся, потому что я легла в 2, проснулась в 7, мне не хватило сна. Я сейчас поспала, сколько? Полтора часа. И чувствую просто великолепно себя. У меня энергия, ее очень много. Гирлянды. Нам не хватает гирлянды. Нам не хватает гирлянды. Идеально. Рюкзак в спортзал. Я вам сейчас похвастаюсь. Посмотрите, что у меня есть. Посмотрите. Это адвент календари 2. Первый киндер. Я его искала очень-очень долго в начале декабря, потому что... Вот нормальный человек. Я открыла нечаянно дверь. Дверь 20 декабря запечатанного календаря. Короче, ладно, обо всем поподробнее. Идите ко мне. Как вас так поставят, чтобы вы у меня не упали? Короче, это первый. Я очень сильно хотела найти себе адвент календарь. В ноябре он был в каждом магазине. Он был в любом виде. Абсолютно. И я очень сильно хотела найти себе киндарь в календарь вот такого размера, в виде деда мороза. В начале декабря я пошла в магазин, чтобы купить себе адвент календарь. Его не было. И был только вот такой. И то я вот этот вот киндер календарь нашла только в четвертом магазине. Я пошла в очень много магазинов, чтобы найти хоть что-нибудь красивое. И мне очень сильно хотелось именно киндер. Я нашла вот этот. Я счастлива. В этот же день я купила себе еще шоколадку киндер. Я прихожу домой, начинаю фотографировать, делаю фотографии в инстаграм. Стук в дверь, я открываю, стоят два моих друга. И один из них говорит, у нас для тебя подарок. И знаете, что они достают? Еще один киндер адвент календарь. Я его еще не открывала, но, как видите, я уже нечаянно проткнула. Вот здесь, своим локтем, 20 число. Я его хочу оставить на январе и начать его открывать в январе. С первого января. Я была такая счастливая. Вам вообще не передать словами. Когда к тебе стучатся и говорят, надо для тебя подарок и дать тебе, ну это вот. Ну блин. И сейчас мы с вами откроем новую дверь. Сегодня 4 декабря. Простите, если вы увидите это видео где-нибудь под начало января. Я его смонтирую и выложу только в это время. Но надо открыть с вами четвертую дверьку в этом домике. Знаете, это вот смысл вставать по утрам, чтобы открыть новую дверьку в киндере. Так, чайник. Чайник уже закипел. Сейчас надо только его заварить. Смотрите на мои носочки. Я думаю, мои штаны и моя кофта, они как будто такой, знаете, новогодний вайб. Мне надо разбежать чай. А у меня все ложки где-то далеко лежат. Самое обучающее, что было это лопатка. Тоже новогоднее. А чем вы мешаете чай, когда у вас нет ложки? Какое сегодня число? Точно пятое? Да, пятое. Пятое? Почему тогда я не открыла четвертую вчера конфету? Или я открыла? Господи, я... А, все, открывала. Правильно, это все. Это у меня уже... Я без учебы уже потерялась в числах. Ищем пятое. Там какая-то форма новая. Я такую еще не открывала. Класс. Давай, 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 давай. Давай. Я не могу достать. Она зацепилась. Она приклеилась. Я не могу ее достать. Давай. Опа. Эта штука мне так много счастья приносит. Вы его знали. Мне очень хочется верить, что эта лампа вам не мешала меня видеть. Что можно говорить? Это же киндер. Завтра у меня будет киндер-сюрприз. В этом наборе идет два яйца. И все. Я просекла фишку. Оно здесь. Я по форме поняла. Я вообще его не хотела рассматривать, чтобы не знала я, в какой день у меня какая-то форма конфета. Потому что по окошку можно понять. Сегодня у тебя там... Господи, как это называется? Маленькое яйцо. Побольше конфета. Большое яйцо. Самое стандартное киндер. Либо вот эти вот шоколадки. Там, где мальчик такой нарисован. Как? Ну, я думала, вы понимаете, о чем я говорю. Вот это вот номер шесть. Значит, завтра у меня будет киндер-сюрприз. Ейцо. Только Вика может сидеть, есть сладкое, а потом пойти в зал и начать заниматься спортом. Сейчас я на почте проверю точное расписание спортзала, потому что там каждый день по-разному. Но, насколько я помню, если я вчера не попутала в два часа ночи, кто смотрел это расписание, то нормально. Вчера, сегодня, сегодня, да, сегодня в два часа ночи перед этим, как лечь спать, я посмотрела расписание спортзала. Я думала в четыре пойти на йогу, потому что там есть йога. Но это уже вопросик. Да, супер. Все правильно. Все важное нам высылают на почту. Также есть у нас йога с элементами пилатеса и стретчинга. Сквош, футбол, спиннинг. Про вот это вот я вам расскажу, что это вот за такое расписание, зачем оно нам надо. все. Можно выходить. У нас сегодня пасмурно. Вот это вот круглое здание, это мой универ. А вот это вот, это моя общага. Прямо универ, за спиной общага. И те три минуты, это шикардосно. Я не знаю, где спортзал. Прямо. 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 А на котором больше есть силовня? Нистерфель. Не могу понять. Но, пожалуйста, я может быть интересована, что я вам в стране. Прямо. 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 День добрый. А где ты едешь силовня? Не умею, я не знала. Прямо. Прямо. Пожаршем. Где едешь силовня? Силовня. Можно, что там надо дать. Прямо. Я нашла. День добрый. День добрый. Добрый день. Что пишите? Что пишите? День гоя. Хорошо. Здесь вот такие вот раздевалки. Здесь можно брать всё, что вам надо. Лежат маты любого размера. Лежат гантельки, всякие шарики, мячики, подставки. Всё, что хотите. Это можете использовать всё бесплатно. Свет оставляет желать лучшего, поэтому поговорим с вами после зала. Всё, позанимались в зале. Теперь везем на занятия. Конечно, это была плохая идея идти перед снятием в зала, но я что-то вообще не подумала о том, что мне будет жарко. Я буду мокрой, но не суть. Положим зеро. Зеро. Нулевой этаж. Сверенький. Кентрю первшим. На первом этаже стояла стойка, где ребята раздевали World of Travels в США. США — моя мечта, поэтому надо будет посмотреть в интернете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вау, вау, это очень красиво. Мы, в общем, решили пойти посередине занятий с ребятами, с нашей группой в библиотеку, чтобы взять ещё больше информации, потому что нам надо сделать проект, как всегда, креативное занятие. Нам дали информацию, несколько листов, и нам надо её презентовать в очень офигенный способ. Маркетинговые всякие фишки. Замкнёнто? Так, ну, а вот сюда и тоже можно высохнуть. А это просто, я бы, в общем, мы можем больше заснять. Блесяка закрыта, и мы решили остаться и работать здесь, не пойти в класс. Это гардероб, кстати. В общем, мы решили, что мы не пойдём в группу, в класс, где мы были. Мы просто сейчас подключимся, девочки, потому что она химичат нашманят, чтобы у нас была онлайн-трансляция с телефона на проекторе в классе. Мы будем рассказывать вот из этого места. Мы будем креативны. Мы не будем, как все, выходить перед классом, а мы снимем лайв-трансляцию. Я написала текст, который не надо выучить, определительно сказать. Чтобы это была такая жетельная марка солиста. Ищи своих компетенций, которые заинтересованы. Идёшь на такие питания, как разом пробовать в интернете. Однако в Талент и Викшел оценят, то не wszystko. Расскажу вам немного про физру. Тут нет занятий физкультуры. Вот когда было в школе, что у тебя там на неделю в определённое время есть какие-то там уроки про физкультуры. Там, грубо говоря, пара профессии такого здесь нету. Нам сказали, что нам надо просто за семестр отходить 12 раз в спортзал. И на выбор есть йога, пилатес, стретчинг, сквош, шахматы, шашки, что это? Футбол, тренажёрный зал, тренажёрный зал с тренером. По-моему, всё. И спиннинг. Да, вот ты можешь выбрать любое занятие, которое тебе надо. У нас есть расписание, когда что есть, когда там йога, когда зал открыт, когда ты можешь с тренером подниматься и так далее. Всё бесплатно. Это твоя физра. Тебе надо отходить 12 раз. Неважно, сколько там будешь находиться. 10 минут, 10 часов, час, два и так далее. Просто тебе надо отходить 12 раз. 12 раз записаться. И чтобы вы понимали, сегодня у нас 5 декабря. Уезжаю я домой через 13 дней. Там украшают. Посмотрите. Там украшают. Класс. Так, вернёмся к теме. А что мы говорила? А, вот, 5 декабря. И надо отходить 12 раз. Отходить можно на занятия только по рабочим дням недели. То есть, это я не вкладываюсь вообще в сроки. Что я буду делать? Спросите вы меня. Я вам отвечу так. Я буду ходить 2 раза в день. Вот я же не могла ходить, да, вот с 1 октября, когда началась учёба. Постепенно, потихонечку в этот спортзал. Но нет. Меня же петухнул только 5 декабря. Пожелайте мне удачи. Завтра пойду на йогу в 10 утра, и вечером пойду, наверное, в спортзал. Ну что, всё, день закончен. Сейчас я хочу зайти в магазин, купить себе что-нибудь покушать. Возможно, я куплю себе камамбер и багет, чтобы вечером поужинать. На улице холодно. Не сказать, что мороз, но прохладно. Мой нос мёрзнет, по крайней мере. Я себе взяла багет, вот этот вот, с чесноком для камамберчика и творог. Я пришла в магазин и поняла, что я не хочу сейчас сильно закупаться, просто потому что я ещё сегодня поеду в Икею, а там рядом есть Ашан. И в Ашане я куплю себе еды немного. Замечательная новость. Я пришла, нет, мои соседки в комнате. Но кто-то вышел, я надеюсь, надолго вышла. Потому что я обожаю находиться в комнате одна. Ну что, я уже пришла с учёбы, я переоделась. По плану у меня сейчас покушать, потому что я очень голодная. Хочу сейчас себе пойти отварить сырников, позаниматься немного ДДЗ. Я вам расскажу, нам впервые в жизни задали домашнее задание написать текст. Такой текст, это просто что-то чем-то. Я вам сегодня расскажу об этом. И надо сгонять в Икею, чтобы купить своей малышке постельное бельё, которое есть у меня. Зайти в Ашан, купить немного еды. И на этом всё, планы закончены. Насчёт моего ДДЗ. Учёба у нас началась 1 октября, и нам только 5 декабря задали первое домашнее задание, которое надо реально отправить. За него мы получим оценку. И это такое прикольное домашнее задание. В общем, нам на доске повесили 7 тем. И к ним снизу слова, которые нам надо обязательно использовать. Есть такие темы, как «Почему единорог припарковал свой автомобиль вместе для инвалидов?» «Почему вам нравится лизать чужие локти?» «Почему у тебя под носом вырос красный цветок?» «Почему тебе нравится спать в мешке с квашеной капустой?» И ещё какие-то два, но я не помню. И я выбрала себе текст «Почему единорог припарковал свою машину вместе для инвалидов?» И мне надо использовать такие слова, как Женненавистник Мил Амстронг, по-моему, я правильно произнесла. Это человек, который астронавт, который первым вступил на Луну. Слово, которое я даже не знала в русском языке. Калераби, это такая капуста. Перхоть, чеддер. И вот с этого мне надо составить текст на А4. Шрифт, размер 12, не 14, 12. Сделать текст логичный, со смыслом. Я написала половину, и я так вошла в роль. Знаете, я там такое выдумала. Боже. Так, все, я оставляю вас на зарядке. Бегу на кухню, делаю себе вареники. Потом буду писать текст. И потом поедем с вами в Икею. Смотрите, какая интересная штука. В Польше все сметаны продаются без вот таких вот штук. Когда я впервые в жизни выпила сметану, у меня был просто шок. Я 20 минут искала вот эту вот штучку, чтобы не делать вот так вот. Спросите, откуда у меня вот такая штучка? Я попросила, чтобы мне мама передала наборчик из Беларуси. Через человека. Она мне передала 4 такие штуки, и теперь я ими закрываю сметану. Просто потому, что в Польше о таком не знают. У них сметана продается вот так вот. Не только сметана. В принципе, вся молочка. А я-то привыкла, что у нас закрывается все, чтобы сметана не вветрилась. Я ее берегу. Я никогда не думала, что я буду беречь вот эти вот крышечки. Сейчас делаю что-то а-ля домашней работы, но это не домашняя работа. Это презентация, которая была у нас на занятиях. Я просто для себя расписываю, чтобы не забыть и легко подготовиться к сессии. Не обязательно, но я уделяю этому времени. Я подошла к какому-то мальчику, который шел по своим делам. Спросила, как мне дойти до 18-го трамвая. Он такой, ну так, пошли со мной. Я тоже до 18-го трамвая. Он мне показал. И стою на основке, жду свой трамвай. Я очень сижу в шоке. Короче, это просто капец. Я уже ехал за минуту 40, и здесь сидели с подогревом. Моя пятая точка уже просто сгорает. Мне теперь очень жарко. Я очень не хотела идти в Икею, просто потому, что там сейчас такая красота. Просто пойти в Икею за постельным бельем, а не за новогодними штуками, это самоубийство, ребятки. Лучше бы я сюда не заходила, потому что мне уже надо и стакан, и набор пассивных вилок, и подставка под посуду, и чашка. Ну, заезжаем в мой рай. Рай подушек, одеял, покрывал, наволочек. Всё, я для своей малышки взяла комплект постельного. Эстетик, гёрл, она у меня будет. Я так помешана на декоре, и вот просто сейчас идти и убеждать себя, что, Вика, тебе не надо ещё один плет. Тебе не надо подушка. Тебе не надо поставка под посуду. Оно надо, но не первой важности, не первой срочности. Это очень тяжело. Особенно вот сейчас будет раздел свечей, и вот там это будет просто hard level.